МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и дневной выпуск информационной программы Республика. В студии Алексей Андреев. Глава Республики Михаил Игнатьев посетил ведущие предприятия Чуваши, агрофирму «Альдеевская» и компанию «Русгидро». Подробности в следующем сюжете. Огурцы, томаты и цветочная рассада – это главные виды культур, которые выращивают в агрофирме «Альдеевская». Их овощи продаются, что называется, прямо с грядки. И неудивительно, спрос оправдан высоким качеством продукции и умеренными ценами в сравнении с импортной продукцией. А буквально пару дней назад на предприятии появилась новая теплица. Глава Республики внес свою лепту в посадку одного из лучших сортов помидоров – таганка. Да, хотим, чтобы урожай был лучше. Вот эта тепловая труба у нас подвешена около растений. Вот эта теплая. Еще одной компанией, которую посетил Михаил Игнатьев, стал чебоксарский филиал «Русгидро-Чебоксарская ГЭС». Основной косяк работников компании составляют жители Новочебоксарска. И, конечно, новочебоксарцев волнуют проблемы своего города. Пожалуй, самой обсуждаемой темой стал ремонт дорог и дворовых территорий. Администрация районных городов расставляет свои приоритеты со своими депутатами, где в первичном приоритетном порядке нужно отремонтировать. Касаясь ночебоксарского, дворовые территории начали мы ремонтировать. Позапрошу году частично. Прошлый год намного больше делали. В этом году средства обозначены. Я активно встречался. И, в принципе, в течение максимум 5 лет мы ремонтируемые территории подъездные пути, но в штатской отремонтировали. Жители интересуют вопросы экологии, ситуация с вырубкой деревьев, отсутствие остановок общественного транспорта и качественное питание в школах. Конечно, эти проблемы не решить одним днем. Глава республики дал поручение соответствующим ведомствам и пообещал проинформировать жителей о принятых мерах. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с делегацией Республики Кыргызстан. За два дня они побывали на многих предприятиях Чебоксар. Какими проектами обернется этот визит, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Рабочий визит делегации Кыргызстана оказался довольно насыщенным. Сюда гости приехали, чтобы перенять опыт крупных предприятий. Кыргызские бизнесмены присматриваются к инновационным проектам и эксклюзивным товарам, которые производятся только в Чебоксарах. За два дня они успели посетить четыре завода и презентовать свой инвестиционный потенциал. Планы амбициозные. По итогам рабочей поездки будут подписаны контракты и договоры. Много вы уже видели, Чувашии и предприятий. Начали с автоматизации, обвес автоматизации. И там же сразу для нас нужные продукты видели. Для энергетиков, для нефтегаза. На территории Жалалабадской области действует множество предприятий по добыче угля из золота. Предприниматели готовы приобретать в Чебоксарах спецодежду и обувь, которая может выдержать высокие температуры. Но Чувашским партнерам гости предложили поставлять натуральную кожу. У нас, мы сельхозяйственный район, там кожи у нас достаточно, поэтому даже некоторым предприятиям уже устные намерения сделали, что совместные предприятия сделают. И некоторых предприятиях мы даже предложили, чтобы дистрибьюторам стать. Сельское хозяйство – важнейшая отрасль Кыргызстана. Многие фермеры разводят овец и выращивают виноград. Но аграриям в Жалалабадской области необходимы пестициды наивысшего качества. Эту продукцию готовы предложить на заводе в поселке Вурнары. Там нам очень понравилось, и нам в Кыргызстане нужен. Некоторые предметы, которые выпускают в нашей фермере. Например, у нас саранчучи много, она как раз на это пускает предметы. И еще другие на земле работают. Мы там, глава, вот это, директором встретились. Мы будем дальше, надеюсь, с ним на дружество и на работу вместе. Гости из Кыргызстана намерены заключить и соглашение об обратимстве документ предложили подписать в правительстве Жалалабадской области. От слов к делу чебоксарские власти перешли сразу и вынесли протокол на обсуждение депутатов. Они уже поддержали сегодня вот это и Жалалабаду. Мы, в принципе, прорабатываем. У нас уже специалисты сейчас просматривают предварительное намерение заключения по обратимству. Предварительное намерение мы вам сегодня с моей подписью уже вам отдадим. Делегацию Кыргызстана пригласили посетить республику и в июне. Возможно, что на фестивале родники России выступят артисты из этой страны. Но в ближайшее время республика Кыргызстан намерена вступить в таможенный союз. Очевидно, что это придаст мощный импульс на пути к дальнейшему партнерству двух стран. Чувашьи предприниматели пригласили посетить и Жалалабадскую область. Уже скоро там состоится масштабный бизнес-форум. Не исключено, что там будут подписаны и новые контракты. Бедр Ковалев, Расиль Мухаммедов. Республика. Представители администрации города, ТОСов, активисты Калининского района и журналисты. Такая делегация посетила сегодня 37-ю школу. Чем это учебное заведение вызвало такой интерес, расскажем вам в следующем сюжете. Мы должны место для выгула собак тоже сделать. Потому что, сделая одним хорошо, не должно быть плохо другим. Как будет выглядеть спортивная площадка между 17-й и 37-й школами решает целая делегация, состоящая не только из представителей администрации города, директоров этих учебных заведений, но и жителей близлежащих домов. К примеру, некоторым жильцам не нравится шум, доносящийся с баскетбольной площадки. Просят перенести ее подальше от окон. И вот, готовя новый план по обустройству этой территории, пытаются достичь консенсуса. К примеру, было решено снести ныне существующую хоккейную коробку и установить здесь тренажеры. От хоккейной коробки, в общем-то, все поддержали жителей, потому что очень мало желающих кататься вот здесь. И у нас в последующем, именно при завершении спортивной площадки, будет подготовлена более достойная хоккейная площадка. А вот в нынешних условиях мы пока ее не можем содержать. Даже если заливаем, нет желающих приходить и самим чистить снег. Работы по оборудованию этой спортивной площадки еще впереди. А вот реконструкция бассейна, расположенного на территории 37-й школы, уже почти завершена. Для справки, этот бассейн с 80-го года был законсервирован из-за ошибок при строительстве. У нас глава республики очень поддерживает. Город наш помогает, много средств выделяет. Спасибо ему, конечно, большое за это. Теперь мы думаем уже с этого учебного года, начнем плавать. У нас есть третий час физкультуры. И, конечно же, этот третий час физкультуры как раз для этого очень, для плавания очень подходит. И, конечно же, у нас 17-я школа, мы вместе, и детки наши будут плавать бесплатно. Посещать этот бассейн смогут и жители микрорайона, но уже на коммерческой основе. Марина Рябцева, Андрей Спиридонов, Республика. В Чебоксарах началось комплектование детских садов на 2015 год. Напомним, дошкольные образовательные учреждения у нас закреплены за конкретными территориями. И преимущественное право на посещение имеют дети по месту жительства. До 15 апреля руководители детских садов должны представить в отдел учета сведения о количестве свободных мест. Затем в течение месяца специалисты отдела сформируют списки детей из числа очередников и уведомят об этом родителей. Тем, в свою очередь, необходимо до 29 мая принести документы, подтверждающие регистрацию ребенка по месту жительства или пребывания на территории, закрепленной за садиком. Значит, учитывается возраст ребенка в этом году, планируется отправить всех детей 12-го года рождения и льготную категорию граждан 2013-го года рождения, рожденных до 1 сентября. Общее количество детей, это более 6 тысяч, планируется направить. Сады у нас полностью укомплектованы. Планируется направить 5-700 за счет выпуска детей, Планируется открыть в 2015-м году. Дата поступления ребенка в детский сад 1 июня. Тем ребятишкам, кто не зарегистрирован на закрепленной территории, но нуждается в образовательных услугах, будут предоставлять свободные места в течение года. Для направления ребенка в детский сад документы предоставляются в отдел учета детей. То есть Калининская администрация 50 лет октября 10А в приемной часе. В связи с тем, что у нас сейчас изменения, график приема немного изменен, и родители могут прийти и понедельник, вторник, среда и четверг. То есть все во благо родителей. Напомним, встать в очередь на получение места в детском саду родители могут и самостоятельно, через портал госуслуг. Но и в этом случае в двухнедельный срок надо принести подлинники документов в отдел учета. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Расиль Мухаммедов. Республика. Шокирующие новости пришли из Батревского района. В местном лесу найдено тело убитой 15-летней девушки. Как стало известно сегодня утром, по горячим следам задержан подозреваемый. Четверг 2 апреля около 16 часов на окраине села Большое Чеменево Батревского района в лесопосадке обнаружено тело 15-летней девушки с ножевыми ранениями. Вечером 2 апреля по горячим следам установлен и задержан подозреваемый в убийстве сельчанки. Им оказался ее 19-летний знакомый, житель села Шегердана Батревского района. По предварительным данным, в тот день между ними произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов ножом по различным частям тела потерпевшей, от которых та скончалась на месте происшествия. После этого он решил сокрыть тело убитой в лесопосадке на окраине села Большое Чеменево Батревского района. И в этот момент мимо по находящейся поблизости автодороги на своем автомобиле проезжал водитель, который сообщил об увиденном в правоохранительные органы. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены сумка и предметы одежды, которые предположительно принадлежали убитой. Также изъяты ряд предметов одежды самого, задержанного со следами, свидетельствующими о его причастности к совершенному преступлению. Сейчас ведется следствие. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изменить ситуацию на дорогах к лучшему поможет внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением, которую презентовали сегодня в Чебоксарах. Все тонкости ее работы узнавала наша съемочная группа. Автоматическая система управления дорожным движением будет объединять в единую информационную сеть светофоры и транспортные датчики на участках дорог города Чебоксары. Это позволит оперативно реагировать на изменения дорожной ситуации, принимать меры, улучшая в целом обстановку. Разработано 8 режимов работы этой системы. Каждая из них будет применяться в зависимости от ситуации на дороге. Основная цель внедрения – увеличить пропускную способность уличной дорожной сети. Как я уже говорил, мировая практика показывает, что может это сделать светофорным регулированием, но не более 15%. Мы хотим воспользоваться этим 15%. Пока что система работает в тестовом режиме. В нее включены 18 светофоров из 54. Но она уже дает первые результаты. Я заметил, это пару дней где-то примерно, дня 2-3. Вот едешь, когда со стороны московского моста, вот у него корректировка направо получается, стрелка. 20 секунд. Ну, раньше было всегда 16. Нет, нормально, нормально. В городе сейчас пробок меньше, это хорошо. Полный запуск системы планируется в мае этого года. Программа включена в комплекс мер по борьбе с пробками на дорогах Чебоксар. На сегодняшний день проектируем несколько новых дорог, проектируем реконструкцию дорог, расширение перекрестков, о котором мы уже говорили на этот год. План составлен. Кроме этого, мы будем идти по пути также крупных городов. Это создание платных парковочных мест. Проблему разгрузки дорожно-транспортной сети необходимо решать не только комплексно, но и сообща. Усилиями властей и горожан, отметил глава администрации города. Только тогда решения будут эффективными. Парк 500-летия Чебоксар получит дополнительную финансовую поддержку на реализацию проекта «Этническая Чувашия». Федеральным агентством по туризму и Кабинетом министров Чувашской республики подписано соглашение о предоставлении в 2015 году субсидий на программу развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. На создание туристской рекреационного кластера «Этническая Чувашия» из федерального бюджета будет выделено 250 миллионов рублей. Средства будут направлены на строительство транспортной инфраструктуры этнокомплекса Амазонии, на завершение строительства систем газоснабжения и водоотведения в парке. 2 апреля родился великий сказочник Ганс Христиан Андерсон. И в память о нем во всем мире отмечают День детской книги. В честь праздников Чувашской республиканской детской и юношеской библиотеки прошло множество мероприятий для юных читателей. Ребята знакомились с книжными новинками, общались с чувашскими литераторами и даже стали участниками телемоста с белгородским писателем Вячеславом Колесником. Мои друзья очень многое проводят, времени за компьютером. Вот было время, я им сказала, ребята, пошлите ко мне, прочитаем книжку. У меня есть очень интересная книга «Васюткино озеро». Там очень жизненные ситуации, как он проживал пять дней без еды, без ничего, ну, с ружьем и с коробушкой хлебом. Я сказала, чтобы они прочитали, а они сказали, нет, мы лучше поиграем. Современные дети делятся на два лагеря – читающие и играющие. Первых, как известно, становится все меньше. Чтобы привлечь внимание ребят к хорошей литературе, в библиотеках проводится множество разных мероприятий. На виртуальной встрече с учениками 20-й Чебоксарской школы белгородский писатель, лауреат Всероссийской литературно-патриотической премии Вячеслав Колесник, рассказал о своем творчестве, ответил на вопросы и даже дал совет начинающей поэтессе, семикласснице Нелли. И где-то с семи лет у меня в голове начали рифмы придумываться, я все записывала. Особенно, когда вот иду по улице, что-то вот щелкает в голове, я начинаю писать. А так вот в основном больше всего у меня пошло где-то с пятого класса. Ну вот, у меня в основном они грустные. Ну, допустим, вот, он шел по улице, молчал и никого не донимал. Он сбегался к людей, боялся острых вещей. Он убегал от каждого замаха, и он боялся даже своего страха. Он никому ничем обязан не был, не говорил ни с кем. Он молча бегал, как тяжело котенку одному. Ведь он не нужен на свете никому. Когда хотел он к людям повернуться, у него хотели палкой замахнуться. Чувашскую республику на встрече представляла не менее титулованная писательница. Победительница национальной литературной премии «Заветная мечта» Евгения Басова. Пишет Евгения Владимировна в основном повести и рассказы для подростков. Есть и сборник сказок. Обратите внимание на псевдоним автора. Я выросла в таком месте, которое называлось «Понорница». И мне там очень нравилось, потому что там прошло детство. Там я первый раз увидела, что трава зеленая, небо голубое. Вот, там какие-то первые друзья. Бабушка с дедушкой меня там все любили. И потом, когда я начала печататься вообще, когда начала писать первые рассказы, мне захотелось взять какой-то псевдоним, поскольку я просто стеснялась. И я взяла такой псевдоним «Илга Понорницкая». А ведь стесняться было нечего. Произведения Евгении Басовой с удовольствием печатают московские издательства. Самый простой способ прочитать ее книги землякам – купить их в интернет-магазинах. Мне бы хотелось, чтобы выпускали больше книг, и дети, все дети читали книги, чтобы обогащали свою фантазию, знания, и чтобы всегда были умными. Выпускается очень много интересной, хорошей детской литературы на все вкусы. И такой вот приключенческой, и легкой, и заставляющей думать. То есть в литературу сейчас пришло новое поколение молодых авторов. И если бы все эти книги доходили до каждой библиотеки в каждом русском городе, то каждый ребенок мог бы найти себе близкую книгу по душе, если бы эти книги доходили, и если бы об этих книгах кто-то рассказывал. 2015 год призван исправить ситуацию. О литературе говорят много и часто. А в эфире национального телевидения «Чувашия» уже появилось несколько литературных проектов. Следите за программой. Мария Шоклева, Андрей Спиридонов, Республика. Пока это все новости к этому часу. Более подробная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин